На предприятии Мичурини с ежегодным производится семенной материал более 20 позиций томатов, перцев, огурцов, бобовых и тыквенных культур. Экспериментирую здесь и с выращиванием картофеля из растений инвитро. Это один из способов получения экологически здорового посадочного материала сельскохозяйственных культур с мощным иммунитетом и высокой производительностью. У нас питомник мини-клубней, то есть мы садим инвитро растения на мини-клубень, получаем и в дальнейшем уходим, размножаем мини-клубень в следующей теплице. Там уже идет питомник первого полевого поколения. Почему к семеноводству сегодня приковано внимание аграриев и властей сельскохозяйственных регионов? Да потому что в нашу страну семенной материал по большинству позиций поступал исключительно из других стран, в которых эта отрасль преуспевала. У нас есть эталон, мировая фирма, и есть свое производство, которое мы подтягиваем к мировому. Поэтому без эталона у нас качества не будет. Мы над этим и занимаемся. Вот такие вот вещи, если бы, конечно, мы продолжали заниматься морковью, мы могли бы у себя создавать. И мы создадим такие вещи. Мы уже близки даже к этому моменту. Хотя вот эта вот селекционная работа – это гибрид, и этим занимался американский селекционер. И, конечно, импортные семена – это дорогое удовольствие, которое значительно влияет на ценообразование сельхозпродукции. Впрочем, по мнению наших производителей посадочного материала, семена дешево стоить просто не могут. Семена всегда должны быть дорого стоить, потому что они в себя аккумулируют те затраты специалистов, ученых, селекционную работу. Они стимулируют вообще рынок производства семян. Когда семена дорогие, происходит стимуляция своего ближайшего рынка. Если мы хотим иметь в России свои семена, мы должны понимать, что они будут стоить. Вывести новые сорта, усовершенствовать существующее – дело непростое, и, конечно, затратное. Здесь у нас чисто семеноводческая теплица. Согласно законодательству действующему, один сорт, одна теплица, каждый сорт должен быть изолирован. Хотя томат – он самопылитель, но все равно принято решение, или то, чтобы пройти апробацию, мы это делаем. В соседней теплице мы с вами посмотрим другой сорт. И чем больше будет таких сортов, тем легче будет нашему сельхозпроизводителю наполнять прилавки сибирских магазинов. Для того, чтобы обеспечить население достаточно устойчивой корзиной овощами и картофелем, нам нужно наращивать потенциал. А с чего это будет зависеть? В первую очередь, это будет зависеть от отечественной селекции, от насыщения рынка семенами именно сибирской селекции, которые адаптированы, ранированы к нашим условиям, которые готовы стабильно давать высокие количественные и качественные показатели урожая. Чтобы сибирские аграрии смогли таких показателей стабильно достигать, в регионе есть меры их поддержки. Можно возместить затраты на развитие элитного семеноводства именно овощей и картофеля, а также на их выращивание в открытом грунте.